А сегодня я хочу представить вашему вниманию магазин рандомных игр Crazy Gamer. Здесь вы сможете купить CSGO всего за 99 рублей, PUBG и GTA 5 за 189 рублей, а также другие новинки игровой индустрии. А еще на сайте вы сможете купить игровые аккаунты по очень вкусным ценам. А используя промокод DONI ты получишь скидку от 5 до 15%. Заходи и покупай на crazygamer.ru А сегодня в топовую рамку попадает вот этот комментарий. Он первым продержался более 10 часов без ответов. И ты точно так же можешь оказаться в этой рамке. Для этого просто оставь креативные комментарии и как было сказано ранее, просто первым продержись более 10 часов без ответов. Всем привет друзья, с вами DONI и сегодня у нас новенькая серия по GTA 5 с модом на реальную жизнь. В прошлой серии в каньоне на севере Сан-Андреаса мы нашли разбитый Ford F-150 2018 года. Как он там оказался нам неизвестно, но скорее всего он просто упал с обрыва. В общем-то ребята, мы в тот день арендовали пикап с прицепом для перевозки автомобилей. Мы забрали этот Ford себе, доставили его в нашу автомастерскую и сказали, чтобы механик его отремонтировал. Короче говоря, машина уже готова, то есть пикап полностью уже отремонтирован. И сегодня ребята мы будем его тестировать. Ну а мы садимся в наш авентадор и ребята поехали. Так, окей, мы так вот залезаем, отлично. Заводимся, радио нам не надо. И ребята просто педаль в пол, поехали. Так, я бы сегодня хотел, друзья, попробовать заехать на этом пикапе на гору Чилиот. Я подумал, что это просто идеальное место, чтобы протестировать внедорожник или пикап, неважно. Ну а мы тем временем, ребятки, двигаемся потихоньку в сторону нашего автосалона, ну или же в сторону нашей автомастерской. В принципе, там у нас два в одном, поэтому неважно. Кстати говоря, когда мы забирали пикап, на нем стояли нестоковые катки. У него были специальные тапки для бездорожья. И я решил их оставить, потому что они при падении не повредились. И я подумал, почему бы нам их не оставить. А мы, друзья, потихоньку уже подъезжаем. Окей, так вот мы сейчас... Вот это мы жесткие парни, нифига себе. Немного адреналина нам не помешает. Так вот мы разворачиваемся, и, друзья, мы почти уже на месте. Вот справа наш автосалон сейчас будет. Так, отлично, все, мы подъехали. Паркуемся. Так, я не понял, подождите, они поставили форт в выставочный зал? Я, ребята, не понял, а зачем они это сделали? Так, мы паркуемся, выходим. И погнали в наш автосалон. Как бы ничего страшного, я понимаю. Но просто люди, которые здесь гуляют, возможно, они думают, что этот пикап, он как бы на продажу. Но вообще-то я его продавать не собираюсь. Значит, что у нас по нашему пикапу? Во-первых, он полностью отремонтирован. Помните, когда мы его забирали, он просто был в хлам разбит. У него задница была настолько мятая, что казалось, что это, ну, не знаю, ну, явно не пикап. У него просто вот задняя часть была вмята. Наверное, до середины багажника это просто было очень жестко. И также у нас была разбита морда. Ну, и прочие такие небольшие повреждения на кузове. В принципе, они были не очень страшные, поэтому их быстро отремонтировали. А вот морда и задница, конечно, это была очень долгая и кропотливая работа. Но, тем не менее, вот вы только на него посмотрите. Вот я бы ни за что не сказал, что он был в аварии. Вот он просто идеально ровный. Да, разумеется, если пройтись по кузову этим таким прибором, который меряет уровень краски, то да, разумеется, здесь можно найти очень много косяков. Но в целом смотрится очень даже приятно. Значит, что у нас еще? Мы поставили тонировочку, причем поставили ее по всем фронтам. Вот и сзади, и по бокам, и лобовуху тоже мы решили затонировать. И также мы поменяли цвет кузова. То есть машина была такого серебристого цвета, а сейчас она полностью черного. Мне кажется, что так она смотрится более интересно, что ли. Да, пожалуй, так я пока и оставлю. Окей, ребята, я думаю, что можно потихоньку выезжать прямо на гору Чили. Просто хочу сегодня потестировать эту машинку. Так, мы садимся. Так, 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 окей. Заводимся. Уф, ну знаете, салон мне нравится. Вот так вот мы сдаем назад. Отлично. Мы здесь вписываемся. Отлично. Так, идем дальше. Там я как слева прохожу. Вроде как да. Справа я тоже можно уже даже выруливать немножко направо. Вот так вот. Отлично. Машина очень большая, поэтому, конечно, выехать с нашего автосалона как бы немного тяжело. Все, в принципе, мы справились. И давайте осмотрим теперь наш пикап уже на улице. Ну, по-моему, очень даже симпатичный. Сейчас, ребята, мы, конечно, его еще потестируем. И по характеристикам, и по внешнему виду на шоссе, и уже на горе Чилиот. Так, мы, ребята, поехали. Отлично. Все, мы выезжаем. И прямо сейчас по шоссе в сторону Политобэй направляемся. Так. Поворачиваем. Нифига себе у него радиус большой поворота. Не, ну машина, конечно, очень длинная. И знаете, габариты просто сумасшедшие. Тем более, у него еще катки выпирают за пределы рамы. Смотрится, конечно, прикольно, но так рассчитывать габариты еще сложнее. Окей. Так вот, мы, ребята, поехали, поехали. Нужно очень аккуратно привыкать к этой машине, потому что я уже чувствую, что ей не хватает радиуса поворота. Нужно брать с запасом. Честно говоря, впервые катаюсь на таком большом пикапе. Так вот, мы всех объезжаем, поехали. Сейчас нужно будет, конечно, заправиться, потому что я чувствую, что нам бензина не хватит банально. Здесь на выезде есть заправка. Так. Ну, знаете, смотрится очень мощно. Так вот, мы сейчас всех обгоняем, обгоняем. Так, тихо, 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 тихо. Так вот, отлично. Вписываемся. И сразу же направо на заправку. Что-то мне подсказывает, что сегодня нам еще придется заправляться, потому что расход, скорее всего, у него просто сумасшедший. Так, мы залезаем. Отлично. И поехали. Так, сейчас буквально поворот налево, потом направо, и мы уже на шоссе. Так вот, мы направо поворачиваем. И давайте посмотрим его максимальную скорость. Так, тихо, аккуратно. Я, честно говоря, плохо вижу спидометр. Как-то, если я нагнусь даже, то я его плохо вижу. 60, да, показывается. Миль в час. Это в милях, да, скорость, я понял. Так, тихо, 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 нифига себе. Я думал, все, авария. Как-то сейчас я просто отлегся на спидометр и чуть не влетел в столб. Нормально, нормально. Так. Ну что, ребят, как вам наш новый пикап? Ну, конечно, он не новый, мы его нашли, тем более он был разбитый, но тем не менее. Он у меня всего один день, и мне уже нравится. И скорость хорошая, и внешний он такой, знаете, привлекательный. И просто габариты сумасшедшие. Ну, вот самый, что ни на есть, такой, знаете, вот пикап, там, для ранчо какого-нибудь. Я думаю, что скоро, через пару серий, мы скатаемся в нашу хижину, которая находится в лесу, там, в горах. Как раз на этом пикапе. Так вот мы всех обгоняем, прям справа обгоняем, это опасно, конечно, вообще. Так, ну, знаете, конечно, сложно понять, какая у него максимальная скорость. Там, где-то в районе 80 миль в час. Но, знаете, по ощущениям, я еду раза в полтора быстрее, чем 80. Поэтому я думаю, что спидометр мне врет. О, да ладно, такой же пикап, как у меня, да ладно. Нифига себе, чувак, здорово. Но у него стоковые катки, такие вот обычные, да, получается. У меня прямо реальный офф-рот. Нифига вот так смотрится. Окей, так вот мы наваливаем. Нам осталось ехать буквально два с половиной километра. Прямо до горы Чилиот. Я думаю, давайте я сейчас доберусь до места, и после этого я уже продолжу. Ну что, ребят, вот мы и подъехали на место. И наша конечная точка, это вон та станция на самой верхушке горы. Там станция фуникулера. И прямо туда мы сейчас направляемся. Так, мы садимся и поехали. Так, отлично. Заводимся. Надеюсь, сегодня мы без проблем туда сможем заехать. Так, опа-па. Здрасте, здрасте. Мордасти. Так, он включил мигалку. Но вроде как это не за мной. Кстати, я поменял номера, потому что пикап может быть в розыске. Поэтому я решил себя обезопасить. И поменял номера. Там и вин номера, и так далее. Так, вот мы потихоньку так вот наваливаем. Ну пока неплохо. Пока мне очень даже нравится. Очень бодро идет. Так, я слышу поезд. Там он слева, да? Да, все верно. Так, вот мы, друзья, едем. И дальше, ребята, нас ждет только подъем. Так, давай, 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 давай. Вот так вот. Так, туристики. Всем привет. Вы здесь как? Гуляете, да? Ну давайте, гуляйте. А я постараюсь заехать на таком вот монстре. Просто, ребята. Форд F-150. Восемнадцатого года. Офигенный аппарат. Вау, вау. Бросает немножко меня в сторону. Занос даже, нифига себе. Давай, 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 Форд. На пониженной передаче давай. Отлично. Просто, ребята, даже скорость не сбавляет. Наоборот, даже набирает скорость. Это в горку. Офигенно. Так, это кто такой? Это кто? Это кто, ребята? Что за херня? Это, это что за снежный человек? Это какой-то Бигфут, что ли? Какая-то обезьяна. Нихрена себе, я лучше поеду. Ну нафиг. Это что такое вообще? Это что, костюм, что ли, какой-то? Или я просто стал свидетелем чего-то необъяснимого? Ну нафиг, поехали отсюда. Ага, я такое впервые вижу. Знаете, как-то даже стрёмно стало. Тем более, я просто проехал вплотную к нему. Как бы, ну типа, всё норм, да? Даже не подумала, что это реально страшная тема. Койот, ты жив? Он упал. Он жив. Братан, живи. Он убежал. И кажется, он опять упал. Потому что там обрыв. Да, он упал. Мде? Мде? Ладно. Поехали дальше. Давай, 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 давай. Вот так вот на пониженной передаче, как там у нас работают колеса. Отличненько, отличненько. Так вот. Даже за носом мы так вот идём, да? Неплохо. Здесь вот мы справа объезжаем. А, нет, подождите. Знаете, что я хочу попробовать и проехать прямо вот, получается, слева. То есть, здесь такой как бы обрыв. И мы здесь как раз таки посмотрим, на что он способен. То есть, здесь такой жёсткий подъём. Сколько здесь интересных градусов? Наверное, где-то 60. А, нет, нифига. Где-то около 80, наверное. Так, давай, давай. Ого. Нифига себе. Просто на изи. Так, я сполз. Просто изи. Давай. Ну, нет. Давай, давай, давай. Давай, пикап. Форд, давай, тащи. Тащи, 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 тащи. Давай, давай. Так, кажется, я днищем бьюсь. Вот так вот, нифига себе. Ребят, вы это видели? Вот это мощный аппарат. Реально мощный аппарат. Ох, какие узкие повороты. Так вот, мы здесь поворачиваем. Слушайте, ну мы почти доехали. Вон, я уже вижу верхушку фуникулёра. Фуникулёра, да? Так вот мы. Отлично, отлично, отлично. Вот это, наверное, самое стрёмное место, потому что здесь буквально влево-вправо и просто можно упасть, разбиться насмерть. Просто на изи. Я отсюда вижу аэропорт. Ребята, там вот вдали видно аэропорт. Офигеть. Просто. Туристики. Ребята, вас бы не напугать. Как-нибудь мне вас объехать аккуратно. Может быть, вы отойдёте? Ну да, давай, давай, давай. Ещё здесь встань в позу. Ну да, угу, конечно, конечно. Какие-то они все бессмертные, что ли? Ну, может ты отойдёшь? Побежал, да, красавчик. Давай, беги, молодец, да. Это же так безопасно. Лучше я его объеду. То есть я его сейчас собью нафиг с горы. Вот так, вот так, вот так. Отлично, отлично. И, ребят, всё, мы уже на горе. Ребята, вот. И здесь уже пошли таблички о том, что здесь гора Чилиот. Типа здесь опасно и все дела, да. Ну что, знаете, мы забрались. И хочу сказать, что это было очень даже легко. Для этого пикапа реально было очень легко. Ого, гляньте на подвеску. Вот сейчас вот. Как она работает. Вот заднее левое колесо, да. Офигенно вообще. Просто классный пикап. А давайте мы заберёмся ещё прямо вот на самый-самый верх. Где там люди смотрят там с бинокля, да, или типа того. Так вот, давай, 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 давай. Так, по ступенькам мы сейчас будем забираться вот так вот. Ой, поцарапали днище. Ладно, там не особенно думаю, что страшно. Хотя, возможно, придётся потом перебирать подвеску или типа того. А, здесь я не заберусь, да. Здесь я не смогу забраться. Здесь какой-то очень прям такой острый поворот. Хотя, возможно. Возможно и сможем. Так. Давай, 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 давай. Вот так вот, вот, вот. Ух ты, нифига себе. Я поцарапал, интересно, на пикап. Сейчас, конечно, мы ещё его осмотрим. Но, ребята, вот самая высшая точка. И мы здесь, мы забрались сюда. Да, это очень круто. Так, мы выходим. Сейчас я хочу просто пикап посмотреть сначала. Давайте мы его осмотрим. Так, значит, у нас здесь есть царапины или нет? А, здесь вроде как чисто. Здесь вроде как тоже чисто. Сзади всё в порядке. Ну да. А, или здесь есть, да, кажется? Да, есть здесь вот сзади царапина. Ну ладно, это я потом перекрашу. Потому что машина и так у нас уже красилась. Поэтому уже не важно. Уже даже особо не страшно. Сколько раз она будет краситься у нас? Так, отлично. Ну и давайте, ребята, мы осмотрим здесь местность. Туристики, всем привет. Вот это, ребята, кадр. Просто посмотрите. Стоит мой пикап. Ford F-150. И перед нами просто полностью весь штат. Видно всё вообще. Даже видно аэропорт. Офигеть. Это очень красиво. Так, а можно как-то посмотреть через бинокль? И здесь не работает что ли? Да ладно, блин. Я даже был готов потратить свои 5 центов на это. Ладно, ребята. Ну что, будем спускаться вниз? Потому что здесь делать уже особенно нечего. Так, мы садимся. И давайте мы сейчас сползём с горы. Но не просто по тропинке. А прямо, ребята, вот вниз. А где-нибудь вот здесь. Ой, кажется, это будет очень жёстко. Так, аккуратно, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Тормоза работают. Стоп, мне показалось. Или я... Я даже могу заехать задом здесь наверх. Нифига себе, какой он мощный. Ладно, давайте мы сползём прямо вот здесь. Так, вот мы аккуратненько. Давай, давай, давай. Так вот, 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 вот. Влево, да? Отлично. И давайте прямо вот здесь мы так вот скатимся вниз. Так вот, так вот, так вот. Давай, давай, давай. Как я понял, тормоза у него просто отличные. Поэтому я особенно не переживаю. Так, а что у нас там впереди? Я не вижу. Ой, там обрыв. Там жёсткий обрыв. Нет. Туда я не хочу. Так, я бы здесь объехал как-то. Это вообще возможно? Или здесь всё? Здесь уже везде обрывы, что ли, да, получается? Ой, тихо, тихо. Я сползаю. Ребята, я сползаю. Вот это, ребята, фейл. Вот это фейл. Тихо, тихо, стой, стой, пожалуйста. Стой, пикап, стой. Всё ок, всё нормально. Ого, это очень жёстко. Ребятушки. Так, ручник, ручник. Что у нас там спереди? Там жёсткий обрыв и камни. Нужно было, блин, ехать где-нибудь вон там, где просто пологий спуск вниз. Возможно, я смогу развернуться. Ой, 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 ой. Ой, я понял, что нет, это не вариант. Или задом, ребята? Задом, да ладно? Вот это мощь. Ну, зашибись, я путь выбрал, конечно. Просто максимальный тест-драйв нашего пикапа. Так, там камни, поэтому я хочу влево. Интересно, я его сильно разбил? Или нет? Кажется, нет, кажется, нет. Ребятушки, ну это круто. Блин, конечно, это жёстко, это опасно, это страшно, но это круто. А там, что впереди, я не вижу вообще ничего. Просто по тормозам жму и всё. Ой, это опасно, это опасно. Нет, 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 нет. Аккуратно, очень, очень аккуратно. Так, вправо. От камня подальше. Так, тихо, тихо. Отлично. Ребятушки, справляемся. Фу, это жёстко. Ну, здесь уже более-менее. Ребята, ну что, вот это я понимаю, мы устроили экстрим-поездку сегодня. Я думал, что забраться в гору будет опасно. Нет, спуститься будет опасно, потому что мы решили поехать не по тропинке, получается, а прямо вот с горы мы поехали. Так. Ну, здесь уже более-менее. Здесь уже, знаете, можно даже разогнаться, только не очень сильно. А то, знаете, прямо сейчас мы так вот разгонимся и в дерево, да? Так, птичка, взлетай быстрее. Меня кидает во все стороны. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Отличненько, отличненько, так. Ой. Только бы не перевернуться. Ну что, ребят, как вам теперь наш новый пикап? По-моему, это самый лучший пикап, на котором я когда-либо катался. Упс. Опасно было. Всё, ребята, я уже вижу дорогу, поэтому мы уже приехали, мы уже выехали с горы. Точнее, съехали с горы. Да, ребят, всё, мы справились. Мы заезжаем сейчас на заправку. И, собственно, ребята говоря, всё. Ну что же, на этом я думаю, что мы эту серию будем заканчивать. Я очень надеюсь, что она вам понравилась и вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...